это называется спят усталые зверюшки это моя фанечка мамочка которая четырех щенков свое время родила да да фанечка лежи лежи вот она любит отдыхать так вот на кровати у нас такое я стилю поверх постели под одеяльники потом их стираю вместо покрывала привыкли собачки так лежать что ты сделаешь уже 10 лет ей будет осенью 2 числа вот видите такая розовая шерсть белые собаки они бывают склонны к аллергии и вот она себя все время вылизывает что-то у нее чешется блох нету бывает с улицы придешь какая-то залетная с травы может заскочить вот а так я принципе на жару вот обработала их вот большого я всегда обрабатываю потому что он как бы больше ходит у него шуба такая что там не найдешь на этих сразу видно вот на этих сразу видно вот вот там какая-то малочка вот водили мы ее свое время в ветеринарам ну вот они так ничего определенного не говорят потому что это не что-то постоянное вот раз зачесалась она начала где-то вылизывать вот то есть это такие вот ну свойственно а умка так не делает вот они на одном рационе пищевом едят одинаково то есть у кого какие проблемы водили мы делали всякие анализы это стоит безумных денег толком ничего не было вот и результатов собственно никаких поэтому мы уже выработали себе определенный режим питания они у меня едят первую половину дня сухой корм вечером едят мясную консерву немецкую с добавлением вот были тушеные кабачки у меня немножко туда домешивала либо гречка или рис говорили мне также когда-то собачники что вот эту розовость шерсти может даже гречка давать вот не так много на ее есть вот так что я думаю это не от этого просто вот такая у нее особенность вот фаня у нас любит что-то полизать себе кому-то спину любит полизать умки например такая вот она заботливая и целыми днями спит на кровати мальчики более резвые в этом смысле для тех кто не знает эта порода мальтийская баллонка с родословной она она у нас все документы есть стояла она и стоит в принципе в клубе на учете вот но это актуально когда вот вы занимаетесь щенками мы брали в отделе на выставку брали разрешение на вязку то есть у нас все было официально щенки были как говорится в законном браке рожденные были документы все вот но потом если этим не занимаешься то как бы в клуб уже и не ходишь и у нас щенки вот были один раз то есть я как бы не профессиональный заводчик любитель вот ну все сделали по правилам все у нас было и с медицинской точки зрения все правильно мы все сделали так как надо и щенки у нас были узаконены это для тех кто может не знает ну если вы откроете интернет посмотрите как выглядит мальтийская баллонка они как правило фотографии там с длинной шерстью с бантиками все это у нас было но длинную шерсть тяжело содержать вот в повседневных условиях нужно ключ и крутить по пильотке чтобы она не спутывалась если собака ходит на улицу мы выезжаем на дачу там трава всякие семена травы они запутываются в этой шерсти и как бы но это очень проблематично я сама их стригу тут она не в самом самом как говорится лучшем виде сейчас находится вот мне захотелось снять показать как она спит но тем не менее вот уже собаки будет 10 лет как будто вчера покупали этого маленького щеночка этот комочек и вот уже прошло сколько времени так что вот такая у нас фанечка очень нежная ласковая такая приблажная девочка 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 да фанечка да моя ласточка вот такой вот у нас носик такая фантика ну спи спи моя моя ласточка спи